Здравствуйте! Юно-армейского отряда Чуропча, Чуропчинского района, победитель военно-спортивной игры «Защитник Отечества» Антон Иванов. Антон, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. И говорить мы сегодня будем о военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Как раз вот совсем недавно, буквально в пятницу, закончилась военно-спортивная игра «Защитник». Она проходила с 18 по 20 сентября в городе Якутске. И в ней приняли участие, соревновались со всей республики, были участники. И вот я бы хотела вас попросить рассказать о том, как организовалась эта игра, в который раз она уже проходит, какие ее цели и задачи, какие районы, кроме города Якутска, еще приняли в ней участие. Пожалуйста, наверное, Николай Владимирович, вы начните, а потом мы перейдем уже к победителю, к Антону. Хорошо, спасибо. Наша военно-спортивная игра «Защитник Отечества» проходит в рамках слета юнормии, вот уже восьмой год. В этом году, в связи с открытием новой школы, прошла на территории кадетской школы-интернат. В этом году принимало участие 14 команд со всей республики, в том числе город Якутск, Чуропча, Нюрминский, Олегминский и Тампонский районы. Во время самой непосредственной военно-спортивной игры, которая проходила с 18 по 20 сентября, участники соревновались в таких соревнованиях, как общефизическая подготовка, смотр строя и песни, военизированная эстафета, огневой рубеж, ну и тестирование. Как раз лучшим из лучших были выявлены три команды, победителем которой является, опять же, Чуропчинский район, руководители Соловьев Дмитрий Петрович и Егоров Петр Назарович. Второе место заняла команда из Уссалданского улуса, руководитель Попов Николай Владимирович. И третье место горного улуса, руководители Иванов Руслан Антонович и Ефремов Василий Васильевич. А почему именно эти команды оказались сильнейшими? Как вы считаете, в чем их вот такие плюсы основные? Ну что можно сказать? Традиционно наши команды со всей республики очень сильны и показывают достаточно высокие результаты по всем направлениям. Но просто получается, некоторые улусы во время выступления показывают себя чуточку лучше. Вот опять же, наши, получается, победители Чуропчинского района, они себя достаточно высоко проявили на практически всех этапах соревнований. Будьте тестирование, смотрку песни и строя, вообще физическая подготовка. Наверное, это связано с тем, что во всей нашей республике очень сильно именно патриотический дух воспитания молодежи. И благодаря руководителям непосредственно военно-патриотических клубов, которые сами по себе являются большими энтузиастами и прививают такую же любовь и интерес своим воспитанникам. Антон, действительно, про Чуропчинский район говорят, что вы достаточно сильные в спортивно-патриотических играх. И даже на российской игре вы тоже были в числе первых. Расскажите, пожалуйста, об этом. В этом году мы заняли 14 место из 89 регионов. В прошлом году мы заняли 18 место из 87 регионов. Это уже другая игра, да? Нет. Именно «Защитник Отечества». А, военно-спортивная игра «Победа» всероссийская. Да, всероссийская игра. То есть там уровень гораздо выше. Соревноваться приходилось точно с более сильными соперниками. И тем более их было больше команд. И вы все равно, в общем-то, в числе, ну, можно сказать, в числе первых. Потому что почти 90 команд участвовали. Вы в первой двадцатке. Ну, это круто же. А вот вы сами, Антон, как вы считаете, в чем секрет вашей победы? Вы один из победителей, да? Командный дух, наверное. А что это значит, вот, командный дух? Вы так хорошо друг друга знаете, так хорошо поддерживаете? Или из чего он складывается, этот командный дух? Ага. Вот. Мы все время ходим вместе, когда сбор начинается. Если кого-то нет, это уже минус, то командный дух. Мы всегда все вместе тренируемся. Если кого-то нет, например, командира, то нельзя будет какой-то этап потренироваться. А сколько вас человек, вот вы говорите о вашей команде, вы все время вместе. Это сколько вас человек? Десять человек. Это все из Чуропчи, да? Вы там живете и, получается, приходите заниматься вот в клуб, военно-спортивный клуб Чуропча, да? Чему вы там научились? В каком возрасте вы туда пришли? Почему вы туда пришли? И что вы уже к своим годам умеете, например, чего-то, чего не умеют обычные школьники, которые не посещают вот такие клубы или не учатся в кадетско-юношеской школе? Я пришел в 14 лет, 14 лет. А сейчас вам сколько? В 17. Я там научился сборкой, разборкой автомат, АК-44, сборкой магазина, строевая подготовка и всякие такие, как, например, АЗК, противогаз надеть. А вот спортивные соревнования, вы там что показываете? Там какой-то вот минимум, да, спортивный? Вы что умеете? Подтягиваться, да? Там есть нормы прям какие-то? Да, да. Для юношей подтягивание, для девочек пресс. Ну, мне кажется, в основном такое военно-начальная подготовка была в школе, да? Вот я когда училась, вот это все нам тоже преподавали. А чем тогда отличается вот ваша подготовка? У нас тоже такое все было. У нас было подтягивание для мальчиков, для девочек был пресс, противогаз, да. Магазины мы собирали, разбирали, да. Сборка автоматов. Была, была тоже. Ну, мы это делаем много раз, каждый день. Даже мы там друг с другом соревнуемся. Угу. Вот. А вот на игре «Защитник Отечества» какие были соревнования, какие были задания для вас? Что нужно было сделать? Мне очень понравился огневой рубеж. Там сначала один человек разбирает АК-74 и собирает магазин. Потом стреляет пять пуль из пневматического оружия на падающем мещении. Вот. Второй человек собирает АК-74, разбирает магазин и тоже пять пуль стреляет. Я поняла, это более глубокое изучение этой темы, да, и стрельбы точно в школе, по-моему, у нас не было. Хотел бы немножко добавить. Да, пожалуйста. Антон, ага. Именно вот. Сами по себе соревнования, да, являются базовой основой, которую мы все изучали в свое время на уроках начальной военной подготовки. И будем изучать на новых предметах, которые выводятся с этого года, основы безопасности, защиты Родины. Но дело в том, что несмотря на то, что этими навыками обладают практически все наши участники, тут вот, как Антон правильно подсказал, именно командная работа, командный дух очень много решает. Потому что сами по себе единичные случаи могут, да, показывать отличный результат. Но если нет слаженности, нет вот понимания, как говорит Антон, иногда именно это бывает ключевым моментом, который разделяет именно победу и поражение. Ну, может быть, живя в районе, так сплотиться проще, чем тем, кто живет в городе. Там все-таки вы, наверное, больше дружите и за пределами клуба, да, и за пределами школы. Да. А с чего все началось? С какой команды начался ваш клуб? У нас в Лусе очень много военно-патриотических клубов. Да? Ага. В каждом стиле есть. И у нас проходят властные соревнования. И мы там соревнуемся, и вот получается один военно-патриотический клуб. А ну вот в чем секрет вашей победы, потому что вы постоянно соревнуетесь, находясь дома в своем районе. И сюда уже такие приезжаете готовые к борьбе, к соревнованиям. Скажите, что дает такая победа вам вот в будущем? Какая мотивация для тех, кто, например, только думает идти ему, не идти вот в такой клуб или в кадетскую спортивную школу? Что приобретаете вы благодаря участию в таким конкурсах и благодаря тому, что вы победили в этом конкурсе? Опыт. Мы... Когда кому-то надо, вот, например... Как сказать? Ну вы, например, в будущем хотите связать свою жизнь с военным делом? И если вы будете, например, писать резюме, да, свое, отправлять резюме, вы же там можете указать, что вы были победителем вот в такой-то игре, такого-то года, это же уже большой плюс, да? И может быть, еще какие-то бонусы для вас, как для победителя? Знаю, просто опыт. Просто опыт. Вам просто интересно, да? Да. Ну интересно, это очень важно, это же самая основная наша энергия, когда нам что-то интересно, да? Мы в этом месте очень сильно можем подпитаться вообще для учебы в школе, да, просто для какого-то другого времяпрепровождения. Что касается Якутской кадетской школы, когда мы выходим в эфир с этой темой, наши слушатели и зрители, кто-то успевает во время эфира позвонить, кто-то спрашивает после эфира о том, как туда поступить, есть ли там конкурс и кому отдаётся предпочтение? Да, у нас, как и практически в любом учебном заведении, имеются свои стандарты, ради которых как раз мы и проводим соответствующие конкурсы. В первую очередь, это экзамены по основным предметам, математика, русский. Также мы, получается, проверяем физическое состояние, а также по медицинской карте. Нам важно, чтобы наши курсанты были здоровые. Помимо этого, они также проходят собеседование у психолога, где как раз проявляют себя именно как людей, которые способны жить в условиях интерната с понедельника, допустим. По субботу, в компании таких же других молодых людей, юношей, которые тоже занимаются профильными занятиями. Помимо этого, получается, у нас очень много времени и сил уделяется именно учёбе и спортивным достижениям. Конкурс у нас на место, около 15 человек на место. Да вы что, так много? Да. Обычно мы принимаем седьмого класса, но благодаря тому, что у нас новое здание построили, благодаря национальному проекту образования и тому, что скоро у нас завершится строительство нового здания интерната, которое было построено по поручению нашего главы Асина Сергеевича Николаева. Со следующего года у нас уже увеличится количество кадетов до 200 человек, соответственно, и приём, скорее всего, будет с пятого класса, со следующего учебного года. То есть ещё раньше детей будете туда? Да, всё верно. Младше? Да, всё верно. А вот смотрите, 15 человек на одно место. Это большее желание детей или всё-таки родители больше хотят отдать ребёнка? И с ребёнка потом как-то приходится подготавливать к тому, что он будет 6 дней жить вне дома? Ну, смотрите, тут очень важно именно решение самого ребёнка, потому что у нас большинство воспитанников, это те, кто уже, допустим, старшие братья, родители, возможно, прошли сами через кадетскую школу, и они вот заражают примерно своих. Некоторые есть потомственные военные, или которые служат в силовых структурах, таких как Росгвардия или МВД, которые тоже, получается, дети смотрят на этот свой пример и хотят стать такими же. Базу, которую они могут получить именно в стенах якутской кадетской школы-интерната. Можно сказать, что это такая семейная династия продолжения, да? Всё верно. Некоторые сотрудники у нас сами являются бывшими кадетами. А вот есть такое, что, например, хотят ребёнка отдать, чтобы его перевоспитать, например, более в дисциплине, приучить к ответственности? Конечно. А таких вы возьмёте детей? Ну, всё зависит, опять же, от желания ребёнка. Перед тем, как, смотрите, к нам поступают... Но он сам, может, и не очень хочет, родители хотят. Да. У нас, получается, есть такое понятие, как курс молодого бойца, когда они проживают на нашей территории, перед именно непосредственной учёбой, в августе, 5 дней, где они как раз в обречённом формате проходят эту кадетскую жизнь. С утра подъём, построение, развод. А на сколько подъём? У нас подъём в 6 утра. Так рано. Да, потому что они должны потом заправить свои комнаты, провести, получается, новую зарядку, позавтракать и после этого уже приступают к учёбе. И вот некоторые дети, как раз на этом примере, уже могут почувствовать какое-то и испытать себя. И в основном те, кто проходит, да, они так и остаются, потому что они к этому уже заранее привыкли, а те, кого силой пытаются отдать, на этом этапе понимают, что это не их. К этому... Условиям они не смогут привыкнуть? Ну, не смогут или не захотят, если сами, понимаете, более свободные творческие люди. А там какой-то есть испытательный срок, чтобы ребёнок посмотрел, да? Ну, вот как раз, да, курс молодого бойца 5 дней. А, 5 дней. И тогда уже ребёнок может сам сказать, сможет он или нет, да? Да. Некоторые, получается, у которых мы думали, что вот, возможно, он не сможет, не захочет, именно носили вольный характер, именно так видит это и такой, я хочу, я буду, я желаю, и проходит спокойно. На моих глазах таких примеров было десяток, которые, да, после курса молодого бойца, наоборот, ещё больше убеждаются в том, что это им надо, они этого хотят, и они этого желают. До сих пор достойно учатся и представляют интересы нашей школы. Такая армия начинается у мальчика со скольки лет, да? Это сколько, если вообще, если пятый класс, это сколько там лет-то будет? Всего 10, 8, 9, 10, 11 лет. 11-12 лет. Да, сейчас с 14, да? Сейчас с 14. С такого маленького возраста, в общем-то, совсем же ещё дети. Ну, у нас традиционно проходят дни открытых дверей, как раз мы приглашаем четырёхклассников, пятиклассников именно в стену нашей школы, где они могут ознакомиться с учебным процессом, посмотреть предметы и прочее. И обычные детишки там сами, наоборот, прям с горящими глазами бегают, типа, и после этого сами бегают, я хочу, я хочу стать кадетом. Ну, ещё форма, наверное, привлекает, да, форма же очень красивая, вот Антон сегодня пришёл, продемонстрировал нам, действительно приятно смотреть. А у вас в Чуропче вам гораздо проще, потому что вы всё-таки живёте дома, да, и приходите просто в клуб заниматься, это просто как у вашего увлечения. После учебы. Смотрите, вот они просто в увлечении, да, наша команда, они такие вот все шесть дней, а победители Чуропча, как так получилось? Ну, так уж получается, да, так как мы организаторы, обычно мы не участвуем, а именно являемся организаторами. А наша команда от Якутска не участвовала? Там участвует, но там выступает Дом юной армии, это немножко другое, это кадетская школа, да. А то есть вы уже как бы сразу не претендуете на победу, вы даёте возможность соревноваться именно учащенному зрению? Да, получается, да, организатором таких военно-спортивных игр является обычно либо Министерство образования, либо Министерство молодёжи. И вот мы являемся именно исполнителем, так сказать, этой программы. Мы организовываем, готовим документы, проводим беседы и собираем команды. И мы вот знаем, что Чуропча, допустим, перед такими соревнованиями за месяц начинает в усиленном режиме готовиться. Ну вот и вот. Кто заранее начал, да? Тяжело учение, легко в бою. Да. Николай Владимирович, вы уже не первый раз, да, организовываете эту игру, и сама игра проходит уже восьмой раз, да, вы сказали? Да, всё верно. Есть ли у вас какие-то, может быть, замечания или пожелания? Что-то, может быть, не получилось? Или вы хотите, может быть, как один из организаторов предложить, может быть, что-то в следующий раз, когда эта игра будет проходить? Что бы мы хотели добавить именно от лица к одесской школе? Во-первых, мы очень сильно благодарны всем командам, которые приходят и участвуют, проявляют себя. Это уже победа. Это во-первых. Во-вторых, мы сильно, получается, признательны за то, что руководителям проводят такую работу среди молодёжи. Это титанический труд, и мы благодарны и ценим за то, что они такие именно работу проводят. Мы можем пожелать только, чтобы больше районов к нам приезжало, больше детишек было заинтересовано, наибольше участников было на таких наших соревнованиях. Потому что, во-первых, это мало того, что соревнования, во-вторых, это всё-таки сплочение. Именно обретение новых знакомств, новых друзей, возможно. Потому что, опять же, на примере нашего «Защитника Отечества» у нас есть один день выделяется на игры на командное образование. Было такое-то, да? Вечер дружбы. Когда они могут пообщаться с другими районами, рассказать про себя, показать свои таланты и навыки. И вот именно как раз благодаря таких связям, получается, я думаю, мы сможем воспитать достойное поколение. То есть вы ещё даже можете настолько организацию расширить, да, горизонты, что ещё можете принять и побольше команд? Конечно. Мы к этому как раз и стремимся. Ну, тогда, наверное, будет и сложнее выиграть победу. Как вы считаете, Антон? Наверное, да. У нас, смотрите, остаётся полторы минуты до конца нашего с вами эфира. Может быть, у вас есть какие-то слова. Может быть, Антон, для тех, кто думает поступать или не поступать, увлекаться или не увлекаться спортивным делом. Может быть, Николай Владимирович, для тех, кто, для родителей, да, кто хочет и думает отдать ребёнка или не отдать в кадетскую спортивную школу. Давайте начнём с Антона. Ну, переходите. Всё это будет полезным для вашей жизни, для вашего здоровья, наверное, как-то будет полезным. Вот для здоровья, мне кажется, очень правильно, здоровый образ жизни, это точно уже, да? То есть такие соревнования ты не выдержишь, если ты будешь какими-то злоупотреблять вредными привычками. Это вот сто процентов супер. Ну, это обязательно, да. Ну, со своей стороны, что я могу сказать, поступать в Якутскую кадетскую школу-интернат, у нас приёмная комиссия обычно начинается с мая до июля. Все наши требуемые документы размещены на нашем сайте, были бы рады вашим заявкам. Ну, и по линии организаторов хотели бы, да, что, опять же, побольше команд были заинтересованы участвовать. Ну, и опять же, чтобы наши команды достойно себя показывали уже на всероссийском уровне. Да, отлично. Это хороший старт для наших команд, чтобы показать себя действительно где-то на более таких значимых конкурсах. Спасибо вам большое, дорогие гости, что нашли время сегодня и были в нашей студии. Слушателям и зрителям оставайтесь, второй блок будет не менее интересный. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, мы снова в прямом эфире. В нашей студии вице-президент, юрист Межрегиональной общественной благотворительной организации социальной адаптации граждан «Линия жизни» Оксана Кондакова. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть, прямо искренне рада, ждала вас в нашу студию. И наши слушатели и зрители, я уверена, что тоже рады вас видеть и рады вас слышать. И многие о вас знают, потому что вы были в нашей студии и рассказывали о вашей работе, которая меня трогает до глубины души. Я до сих пор не могу осознать, насколько это сложно, насколько это нужно вкладываться сердцем, душой, конечно же, и деньгами, и силами, и всеми возможными ресурсами. Мы говорим сегодня о такой помощи для людей, которые остались, получается, за бортом жизни, которые остались без места жительства, которые выходят из мест лишения свободы и вообще не знают, куда им идти, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Именно таким людям ваша благотворительная организация «Линия жизни» протягивает руку. И вы делаете это изо дня в день. И это, я не знаю, просто низкий поклон вам. Я не устану говорить какие-то дифферамбы, потому что для меня это где-то какое-то космическое, я не знаю, абсолютно какое-то космическое измерение. Я не понимаю, как вы при этом так прекрасно выглядите. Ваш приют на сегодняшний день, как он живёт, сколько подопечных в нём, какие у вас на сегодня сложности? Расскажите, пожалуйста. На сегодняшний день у нас в Центре социальной адаптации 15 человек. Ну вот ждём сейчас холода, и, конечно, будет полный мест. Обычно зимой не хватает для всех желающих, и не только желающих, для людей, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, которым некуда пойти. Они остаются в прямом смысле на улице. Мы работаем в обычном режиме, можно так сказать, каждодневном. Сейчас мы реализуем проект, который называется «Ты не один». Он у нас поддержан грантами главы Республики Саха-Якутия. Реализация этого проекта у нас началась 1 июля. Продлится она до 30 июня, то есть один год будет длиться наш проект. Ну, как правило, деятельность эта у нас, она возобновляется. То есть мы пишем проекты разные и участвуем в грантовых конкурсах. Ну и хорошо, конечно, что экспертная комиссия, да, эксперты, которые оценивают, считают нашу работу важной, нужной, наши проекты поддерживают. Мы получаем вот поддержку от Республики. А что входит в этот проект? Что там будет происходить? И для кого он конкретно? Он предназначен для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, для людей, которые освобождаются из мест лишения свободы, и для бездомных граждан. То есть наших людей, вот бомжей, да, так в обиходе называют люди, те, которые вот остались на улице. То есть помощь в этом проекте, этот проект оказывает комплексную помощь, то есть предоставление ночлега, трёхразового горячего питания, одежды и обуви по сезону, прохождение там первичного медосмотра, то есть это ФЛГ, сдают анализы они на гепатиты, ВИЧ, сифилис и так далее. Это вот те люди, мимо которых мы проходим все, когда вот видим, да, там человек в абсолютно непотребном виде на крыльце какого-нибудь магазина, просит милостыню, вообще непонятно, во что одеты, непонятно, как выглядит от него, амбре там, не знаю, там за несколько метров. И, конечно, мы все, ну, все, может быть, я так плохо говорю, не все, да, не буду обобщать, но я одна из тех, кто, ну, в общем-то, проходит и часто отворачивается, ну, иногда, может быть, я там какую-нибудь там копеечку положу, но чаще я просто делаю вид, что этих людей не существует. Ну, потому что, ну, а что я могу, там уже совсем человек скатился, да, совсем на обочину жизни, а вы берете этих людей просто буквально, поднимаете с земли физически, садите в свою машину, отвозите вот в этот приют ваш, моете их, переодеваете. Я вообще не представляю, вот, насколько у вас, как у вас на это сил хватает, и как вы не боитесь, все равно же это, вот, ну, там, и думаешь, там, как бы и не заразиться, еще что-то. Самое главное, конечно, это должно быть желание у самого человека, потому что силой его, к сожалению, да, никто не может заставить находиться у нас, да, либо там есть государственный еще приют, да, можно так тоже назвать, Центр социальной адаптации-тирех, то есть туда принудительно, конечно, никого не помещают, то есть у человека должно быть желание прийти туда за помощью, и либо к нам, либо как бы в государственную организацию обратиться. То есть самое первое – это желание человека. Когда человек желает, ему можно помочь. А мы наблюдаем, да, много и молодеют, как бы контингент этот молодеют, очень много молодых людей трудоспособного возраста на улице находятся. И мы просто, когда по городу ездим, допустим, подъезжаем к этим людям, не все соглашаются ведь ехать. То есть их вполне устраивает образ жизни вот такой, какой они ведут, то есть где не надо там переживать, ну, буквально там ни за что, да, как заплатить за квартиру, сходить на работу, приготовить, покушать и так далее. То есть вот их устраивает маргинальный вот такой образ жизни. Но тем не менее, места у вас часто в вашем приюте не хватает, и вас находят благодаря сарафанному радио, и даже сами приходят ногами в ваш приют и просятся там пожить. И вас в основном, ваши подопечные – это мужчины, да? Да, в основном это мужчины, привозят к нам очень часто из отделов городских отделов полиции к нам людей. То есть они их патрулируют, периодически же с улицы увозят, и если есть места, конечно, мы принимаем таких людей. Направляет Федеральная служба исполнения наказаний к нам, то есть инспектора, которые работают со своим контингентом, они видят, что человек попал в трудную ситуацию, ему негде жить, они нам звонят, спрашивают, можно ли устроить. Также на нас выходят социальные работники колоний, то есть не только даже по республике, по нашей тоже спрашивают, можем ли мы принять людей, освобождается тогда-тогда-то. То есть освобождается на улицу, у него ни родственников, ну никого нет. А может быть вы расскажете какую-то историю, вот, конечно, не называя там имен и каких-то других, да, вот, характеристик, как вы помогли кому-то из ваших подопечных, вот, может быть, там пришел совсем без ничего, и что-то вы смогли сделать для этого человека, что он как-то мог социализироваться за какое-то время? Да, истории таких на самом деле очень много людей проходит за год. Больше ста человек ежегодно в центр обращаются к нам за помощью. Мы статистику свою тоже ведем, то есть примерно в среднем 15% от общего количества людей, они возвращаются к нормальной жизни, то есть им нужно, главное, вовремя руку протянуть, помощь, и эти люди на ноги встают, в себя, как говорится, приходят и начинают жить нормальной жизнью, и их, когда встретите на улице, не зная их истории, никогда в жизни не поверьте, что эти люди когда-то вот в буквальном смысле бомжуали. А эти 15% у них какая история, вот почему у них получается? Разные истории бывают, бывают сироты, да, нередко попадают, то есть они уже взрослые, естественно, люди, то есть себя где-то в жизни потеряли, бывают люди расходятся, да, как правило, мужчина уходит, оставляет жилплощадь семье, то есть жене, детям, оказывается на улице первое время, может быть, живет, если нет поддержки родственников где-то по знакомым, но это тоже бесконечно продолжаться же не может, да, попадают на улицу тоже и такие люди в том числе. Кто-то освобождается негде жить, кого-то родственники выгнали, ну, всякие разные истории, очень много, конечно, по разным причинам люди оказываются на улице, и, конечно, истории возвращения очень много, но вот в этом году, получается, последние, кого мы видели, вот из наших ребят, это было летом, это у нас вот семейная пара образовалась, то есть мужчина с женщиной познакомились у нас в восстановительном центре, а она обратилась за помощью, и он тоже пришел, вот они познакомились, через какое-то время они восстановились, документы восстановили, ушли жить самостоятельно, денег подкопили и ушли жить, зарегистрировали брак, а это было, вот они центр покинули наш в 2018 году, и в этом году мы их встретили, они открыли кафе, не буду говорить название и точный адрес, по улице Зержинского, то есть они стали предпринимателями, вот, открыли кафе, работает. Даже можно у вас там и вот так людям познакомиться, да, и создать семью. Да, несколько семей, ну, получается, как бы у нас, в нашем активе есть, да, это люди, вот, те, которые познакомились у нас в центре, то есть вот сложилось, все у них благополучно. А потом как-то они вам помогают, когда на ноги становятся, как-то не забывают вас? Ну, они, конечно, не забывают, они помогать в прямом смысле не помогают, они, вот, извините, когда видят, допустим, бездомных сами на улице, они уже знают, куда направить этих людей, то есть подходят, общаются, спрашивают. Вот наши бывшие, получается, подопечные направляют к нам вот таких вот людей, те, кто изъявляет желание. То есть они, ну, неравнодушно не проходят как бы мимо. А еще один мужчина, вот мы его тоже видели, он работает охранником в ЦЦ, ДЛА, это вот тоже видели его совсем недавно, то есть, ну, мы их встречаем в городе этих ребят. А вот из мест лишения свободы люди, которые выходят, им вообще некуда идти, им как вы помогаете? Есть какая-то история, когда вы помогли человеку, ну, это же первое, это жилье, да, работа, им трудно устроиться, у них уже все сразу, ну, к ним предвзятое отношение. К ним предвзятое отношение, но, тем не менее, да, сейчас работа ведется такая, то есть есть программы, вот мы в этом году подписали соглашение с ФСИН по республике Саха-Якутия, это в рамках нового закона апробации, то есть это люди, как раз этот закон направлен на помощь лицам, которые освобождаются из мест лишения свободы, то есть для них предусматривается там целый комплекс, система мер поддержки, чтобы человек при освобождении не попал на улицу, чтобы у него было место, куда он может пойти, где он может работать, то есть здесь у ФСИН налаживает тесные связи с работодателями, то есть там существуют определенные льготы у них, да, но работа в этом направлении ведется, то есть государство в любом случае старается их как-то поддержать, да, и не бросить, чтобы они не оказались на улице и, ну, не вели вот такой вот образ жизни, не пополнили ряды бездомных людей. И вы, как юрист, это все можете рассказать, потому что информация же наверняка не у всех, она есть, все можете рассказать, и они могут уже просто по какому-то плану действовать. Конечно, конечно, с ними ведется работа уже в местах лишения свободы, то есть там большой же штат психологов работает в УФСИНе, да, в исправительных учреждениях, социальные работники, то есть, если я не ошибаюсь, работа эта начинает вестись за шесть месяцев до освобождения, то есть там человеку дают полную информацию, рассказывают о новом законе, рассказывают о том, какие механизмы есть, где ему смогут помочь. Если человек заявляет желание включиться в пробацию, да, все выходит, значит, на те организации, кто сотрудничает с УФСИН для того, чтобы этого человека, ну, как говорится, на поруки передать, да, и ему прямо с первого дня после освобождения начали комплексно оказывать помощь юристы, психологи и так далее. Ну, первое, это, конечно, нужно обеспечить, закрыть насущные проблемы у человека, да, это жилье, питание, помыться, постираться, ну и так далее. Ну, это вот как раз вы можете поддержать на первых порах. А у вас в вашем приюте, в вашем центре кто работает? Психологи, социальные работники, кто помогает вам? У нас есть и психолог, который с нами работает уже несколько лет, несколько проектов мы с психологом, с нашим уже как бы завершили, и она в текущем проекте у нас работает, можно, ну, проводит, вернее, она и групповые занятия, и индивидуальные, то есть ребята, которые изъявляют за желание индивидуально пообщаться с психологом, вообще без всяких проблем можно как бы работать с психологом. Юристы, социальные работники, конечно, без них, без помощников никак, потому что сами, ну, мы охватить, конечно, всё на свете не можем. Ну, конечно, вы работаете вместе с вашим мужем, у вас такое семейное дело, помогаете людям. Вот сейчас мы выходим на большую аудиторию, может быть, у вас есть какие-то слова, может быть, вашему центру, вашей благотворительной организации нужна какая-то помощь, вы кого-то хотите пригласить к сотрудничеству, может быть, хотите обратиться к тем людям, которые, для которых вы, в общем-то, и существуете? Ну, конечно, хотелось бы обратиться к аудитории, к людям, когда видите людей, да, вот, которые попали в трудную жизненную ситуацию, конечно, если это люди не агрессивные, не в состоянии алкогольного опьянения сильном, да, к людям, которым опасно подходить, а вот просто, ну, видите, что там замерзает человек, либо просто вот ему нужна, как бы, помощь, не оставайтесь равнодушными, просто нужно для этого, для того, чтобы самую первую помощь оказать, нужен только телефон позвонить. А вот, может быть, вы тогда телефон скажете, вот смотрите, например, кто-то увидит, да, такого человека, да, на улице, сейчас тем более, да, начнутся холода, он может просто взять на листочке этот телефон, написать и отдать ему, да? Да, конечно, так можно сделать, или может он за своего телефона, например, позвонить по этому номеру и сказать, что вот, например, возле такого-то магазина, да, или в таком-то районе вот такой-то человек, ему нужна помощь, так можно сделать. Какой номер? Так, 8-924-599-3355. Вот, давайте еще повторим, для наших слушателей и зрителей, 8-924-599-3355. Если кто-то из ваших знакомых или незнакомых людей, которых вы вдруг увидите, нуждается в помощи, то, пожалуйста, звоните, это телефон линии жизни Межрегиональной общественной благотворительной организации социальной адаптации граждан. Или же вы можете этот телефон оставить вот для этого человека, и если он сам решит, он сам позвонит. Но таких людей сейчас, наверное, и телефона-то нет. Конечно, зачастую люди живут на улице, чаще всего нет средств связи. Но позвонив нам, да, если у нас нет места, мы там можем, допустим, перенаправить, там, в тире их, да, подсказать. Либо там можно просто позвонить в полицию для того, чтобы человека этого забрали, да, и дальше там уже, как бы, распределят. Они знают все наши контакты, поэтому... Вот один нюанс, они часто в нетрезвом состоянии, эти люди, причем очень сильно в нетрезвом. Ну, у нас в городе работает, вот, на базе отделения социальной адаптации тире их, работает же медвытрезвитель, там, правда, всего лишь 10 коек. Так, ну, тем не менее, полиция привозит туда на естественное вытрезвление людей. То есть для того, чтобы вот сейчас зима начнется, холода, чтобы люди не замерзли, по крайней мере, вот, ну, как выход. А дальше там уже сотрудники полиции выйдут, ну, как говорится, либо на нас, либо там с тире их озвонят нам, когда у них тоже мест нет. Зимой, конечно, это очень большая проблема, везде нехватка мест для таких вот людей. Ну, да, тогда, наверное, вариант, это самому, если человек увидел, да, самому позвонить, просто сообщить адрес где-то человека, дальше уже, может быть, ему помогут. Мне кажется, таких людей стало меньше вот сейчас. У меня такое ощущение, раньше было больше. Работают, постоянные рейды проводят сотрудники полиции, у них постоянные рейды, они вот по всем злачным местам отрабатывают. Оксана, спасибо вам большое, наше время закончилось. Я очень рада, что вы нашли сегодня в своем плотном графике возможность прийти в нашу студию и еще раз рассказать о таком хорошем деле, важном, нужном, как ваша благотворительная организация «Линия жизни». Всем слушателям спасибо за внимание, и если увидите такого человека, мегафон 599-3355, позвоните.